Проблемы, связанные с миграцией населения одних государств в другие, сегодня особо актуальны. По какой-то своей неопытности или незнанию, те, кто спешит в другую страну за лишней копейкой, не обращая внимания на статус предлагающих работу организаций, к сожалению, в большинстве случаев попадают в зависимость от своих работодателей. Проблема трудового и сексуального рабства сегодня актуальна и для жителей Брестского региона. В настоящее время на территории области у нас зарегистрировано 52 преступления. По линии противодействия торговли людьми динамика у нас по выявлению положительная. Лица, которые выявляются, привлекаются к уголовной ответственности. Как правило, идут тяжкие составы, которые предусмотрены ответственность от 8 лет лишения свободы. Для совместного сотрудничества в противодействии торговли людьми, а также сексуальному и трудовому рабству в Беларуси существуют инициативные группы. В них входят чиновники, представители общественных объединений и сотрудники правоохранительных структур. 21 мая в Брестском городском исполнительном комитете состоялось заседание мультидисциплинарной рабочей группы, ответственной за идентификацию, перенаправление и реинтеграцию жертв торговли людьми в Берестейском регионе. Подобные встречи проходят регулярно. Их основная цель – совместными усилиями противостоять этой проблеме, а также искать способы борьбы с уже существующими группировками злоумышленников. Большая работа уже проведена. Ее итоги говорят сами за себя. Благодаря предпринятым за последние 10 лет мерам нам заметно удалось минимизировать проблему торговли людьми в нашей стране. Цифры говорят сами за себя. Только за последние 10 лет у нас пресечена деятельность 22 преступных организаций международного уровня и 83 организованные преступные группы. На территории Беларуси находятся представители крупнейших интернациональных проектов и общественных объединений, которых также волнует эта проблема. Одно из них – Международная организация по миграции. Огромное количество инициатив Международная организация по миграции реализуют совместно с пограничным и таможенным комитетами. Это как образовательные программы, так и практические курсы, которые помогают повышать профессиональное мастерство сотрудников. Сегодня основные усилия направлены на рубежи с Украины в связи с особой политической ситуацией в стране-соседке. Мы работаем с органами пограничной службы и таможенным комитетом. На данный момент в основном наши усилия направлены на границы между Украиной и Беларусью. Это проекты Евросоюза, это и охрана зеленых границ, водных границ, а также усиление работы, организация работы в непосредственно пунктах пересечения. Белорусское общество Красного Креста участвует в процессе защиты жертв торговли людьми. Выполняя вспомогательную функцию в столь сложном процессе, организация активно работает над реинтеграционной помощью потерпевшим и превентивной деятельностью. Многочисленные круглые столы и беседы, яркие акции и мероприятия. Кроме того, волонтеры оказывают активную и комплексную помощь пострадавшим в Центре руки помощи, который существует с 2005 года. В течение этого периода мы оказали помощь 27 человекам. Это пострадавшие от сексуальной эксплуатации, два человека пострадавших от трудового рабства, в том числе один из них пострадал от трудового и сексуального рабства. Проблема торговли людьми, а также трудового и сексуального рабства может быть решена только в тандеме. И только совместными усилиями можно добиться больших успехов.